Я до последнего момента надеялся. Я ждал этого дня, 3 ноября 2016 года, то, что она приедет и встретит меня. Она не приехала. Она даже письма ни одного. Но я думал, может быть, менты мутят. Понимаешь, письма, да, там запрещена переписка между, да. Когда я вышел за ворот и никого не увидел, все, тут я понял. Тут я понял окончательно, что меня просто использовали. Вот и все. Я уже, будучи в тюрьме, только потом я уже поняла своей глупой головой, когда у него любовь-то открылась на самом деле. После того, как он узнал, с чем я работаю, с какими суммами. Я не знаю, как я могла этого не видеть и не замечать. Да они мне эти фантики вообще были не нужны. Понимаешь смысл? Я 6,5 часов в машине имею в своей, 4 миллиона. За 6,5 часов где бы я мог быть? Очень далеко. Поверь мне. Почему он не уехал в обед, например, как он говорил, типа, вот, она мне оставила деньги, почему я мог уехать? Да потому что больше хотел, знал, что я вечером еще принесу. Она такая сказала, тогда я помню, как же она поставила этот вопрос. Ну, типа, что ты меня оставишь, бросишь или что? Я говорю, да нет, Настя. Как бы ты себя ни повела, как бы ты ни сделала, я все равно буду с тобой до конца. Я пойду до конца. Куда же делась любовь такая вообще какая была там? Как я могу перекладывать всю вину на него? Вот такое-сякое уговорил. Да, уговорил, но поверила сама. Поверила сама. У самой глупая голова на плечах. Продолжение следует...